Здравствуйте! В эфире новости здесь, в студии Анастасия Дворецкая. Все самое интересное за день в ближайшие 10 минут. Вот о чем расскажу. Не будьте равнодушными. Виновника ДТП, в котором пострадал ребенок, нашли с помощью соцсетей. Налоги уходят в тень. На рынке жилонедвижимости ждут изменений, которых опасаются эксперты. Чтобы большой брат не видел и не слышал, Минобороны укрепляет информационную безопасность. Пить или не пить за русских туристов решают законотворцы. Страховщики не в восторге. Благодаря соцсетям задержали амича сбившего школьника. ДТП произошло на перекрестке улиц 10 лет октября и 20-я линия. 12-летний мальчик попал под колеса прямо на пешеходном переходе. Водитель, как рассказывают очевидцы, скрылся. Найти его удалось лишь спустя неделю через социальные сети. Один из свидетелей происшествия запомнил номер автомобиля. 31-летний мужчина своей вины не отрицает, но утверждает, что самочувствием ребенка поинтересовался. И мальчик отказался от помощи. Ребенок сейчас находится в больнице. После заключения медиков станет известно, какое наказание грозит виновнику ДТП. Не исключено, что уголовное. Пока же заведено лишь дело об административном правонарушении. Из-за того, что мужчина скрылся с места аварии. Серьезными последствиями могут обернуться и безобидные, как некоторым кажется, развлечения на дороге. Накануне в интернете появился ролик, на котором Амич рассекает на сноуборде прямо посреди городской магистрали на Третьей Енисейской. Экстремал зацепился тросом за автомобиль. Причем все шоу сопровождается одобрительными возгласами друзей. Даже красный сигнал светофора им не помеха. К счастью, никто не пострадал в этот раз, но популярность друзей настигла, правда сомнительная. Ночным подвигом заинтересовались полиции. Думаю, теперь на недостаток адреналина приятелям наверняка жаловаться не придется. Все факты будут проверены, лица будут установлены и в отношении молодых людей будет принято решение уже о возбуждении административного отдела производства. Патриотам отечественного автопрома придется запастись терпением. АвтоВАЗ отложил начало продаж кросс-версии универсалов Калина и Ларгус. Как пишет информагентство ОМСК здесь, компания обещала порадовать новинками уже в ноябре. Теперь сроки сдвинулись до января 2015-го. Причину объясняют нехваткой некоторых комплектующих. Уж очень охотно россияне скупают ладу-гранту по программе утилизации. Отсюда и дефицит. Впрочем, заявки на новые модификации уже принимаются. В салонах можно пройти тест-драйв, а всю информацию найти на официальном сайте, в том числе цены. С завтрашнего дня в Омске на одну остановку общественного транспорта станет больше. Новый павильон появится на левобережье на улице Кондратюка в районе 117-го дома. На улице Санина, так называется остановка, будет посадка и высадка пассажиров автобуса номер 37. Срок владения недвижимостью, после которого можно ее продать и не платить 13-процентный налог, увеличился с 3 до 5 лет. Госдума приняла законопроект в третьем окончательном чтении. Исключение только для тех, кто получил квартиру в наследство или в качестве подарка от родственников. Но огорчаться пока рано, документ должен получить одобрение Совета Федерации, ну а потом и президента. Эксперты считают, что принятие закона спровоцирует рост теневого рынка операций с недвижимостью. Цифры в официальных документах будут занижаться искусственно. Собственно, и сейчас так делают. У кого из нас не было проблем с соседями? То затопят, то гулянку устроят. А между тем, в скором времени от шумных товарищей можно будет суток 15 и отдохнуть. Если депутаты примут закон, который позволит арестовывать любителей пошуметь. Причем неважно, днем или ночью. Однако под административный арест могут попасть не только вечные ремонтники с дрелями по утрам, но и родители громко топающих детей, хозяева собак и даже спортивные фанаты. Лично у меня сосед ни один матч авангарда не пропускает. Правда, эксперты к законопроекту серьезно не относятся. Документы позвали пустышкой. Говорят, это только раз задорит слишком инициативных бабушек. Пентагон и ЦРУ следят за тобой. Такой российские призывники могут пользоваться во время службы любыми телефонами, кроме айфона. Почему? Да потому, что наши военные опасаются слежки. Дескать, гаджет записывает все и тайно собирает информацию. Умная техника может фиксировать место расположения солдата и знать, чем он занимается. Получается, что смартфон легко может выдать позиции воинских частей и их перемещения. Вообще, мобильные телефоны в российской армии не то чтобы разрешены. Решение об их использовании принимает командир части. У меня, например, есть знакомый, который сейчас служит в армии. Отчеты о его службе я каждый день получаю с помощью социальной сети. Впрочем, позже Минобороны уточнило. Запрет касается не конкретной марки, а места и времени использования гаджета. Я знаю, вы меня слышите. Я чувствую вас. Я знаю, вы боитесь. Боитесь нас. Боитесь перемен. Этой зимой амичи будут реже летать в теплые страны. Туроператор Pegas Touristik сокращает полеты в Таиланд с 18 до 10,5 тысяч человек. А в Египет с 20 до 13 тысяч. Вместо трех цепочек в Хургаду осталось две. Кроме того, полностью отменены рейсы на Гоа. Однако чартерные программы в Объединенные Арабские Эмираты и во Вьетнам пока существенных изменений не претерпели. Тем не менее, в начале зимнего сезона компании рассчитывали, что перевезут 60 тысяч амичей. А сейчас планируемый объем сократился до 38 тысяч человек. В итоге количество чартерных программ из Омска этой зимой сократилось на 40%. Настолько в целом сократился рынок выездного туризма в России. Тем временем, систему страхования российских туристов намерены изменить. Все из-за алкоголя. Недавний случай в Египте поверг всю страну в шок. Страховая компания отказалась оплачивать лечение русского туриста из-за того, что он был пьян. Из стандартной страховки предлагают убрать пометку о том, был ли трезв пострадавший. Случаи бывают разные. Одно дело, когда турист сел пьяным за руль и попал в аварию. И совсем другое, когда выпив два глотка горячительного, поскользнулся и сломал руку. Хотя страховщиков тоже понять можно. Русский человек на отдыхе любит выпить и в таком состоянии может нарваться на неприятности. А ты потом за него рублем отвечай. Как вариант покупка расширенной страховки, в ней прописаны и такие алкогольные варианты развития событий. Но обойдется она, естественно, дороже. КОНЕЦ Что или кто появится на площади Бугольца? Это решать вам. Конкурс на лучший проект памятника основателя Момска продлен до 1 декабря. Приять участие в нем может любой желающий. Победитель сможет сам реализовать проект. Ну а те, кто займут второе и третье места, будут отмечены дипломами. Главное условие – существующая композиция «Держава». В народе шарик должна остаться на месте. Итоги конкурса подведут в середине января следующего года. А в Красноярске вышла в свет детская книга о городе. Автор Елена Шумкина вложила в публикацию свои собственные средства. В итоге сказка о городе К пользуется огромной популярностью. По данным портала Сибновости, тираж книги составил тысячу экземпляров. Сейчас Елена составляет список желающих приобрести книгу с доставкой на дом. По сюжету девочка Полина знакомится с живым домом по имени Пахом, с Тополем Корнеем и домовым Иннокентием. Они путешествуют по нашему городу, потом они путешествуют по нашему краю. И по время этого путешествия они знакомятся с вешими, знакомятся с ведьмами. В Омске выступит Сергей Галанин. Известный рок-музыкант и группа «Серьга» посетят наш город в рамках юбилейного тура. Концерт состоится 25 ноября. Группе в этом году 20 лет. За свою историю ребята написали немало хитов и выпустили 11 альбомов. Кроме Омска, Сергей Галанин выступит в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Новосибирске и Саратове. В числе призеров конькобежка Ольга Граф завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Сеуле. На дистанции 1500 метров амичку опередили представительницы Нидерландов Марит Лиенстра и Ренвюст. Прошлый раунд соревнований проходил в Японии в городе Обихиро. Там Ольга Граф провела свой лучший заезд на дистанции 1500 метров и заняла 11 место. И коротко о погоде. Во вторник синоптики обещают минус 12 градусов, пасмурно, небольшой снег. Сегодня у меня вся информация. Не забудьте новости здесь за 10 минут до 7, 8 и 9 часов вечера. Повторю утром в 6.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин